Всем привет! Вы находитесь на канале Верка17, и сегодня у нас будет новое видео. И как можно догадаться по составу этого всего, что лежит у меня на столе, мы сегодня будем запечатывать пульт в специальный термоусадочный чехол, для того, чтобы он не пачкался, и самое главное, чтобы у него не стирались цифры. Он до этого у меня лежал в оригинальной упаковке, в которой он продавался, но она уже вся подострепалась, подозносилась, и выглядит очень плохо, поэтому я купила вот такой вот наборчик. Здесь, наверное, штук 10. Она с Алиэкспресса, я купила давно, поэтому уже не помню, сколько тут штук конкретно, но стоило это прям очень дёшево. И берём обычный фен, прям самый-самый обычный, у нас этот фен такой, знаете, не высушить для каких-нибудь хозяйственных целей, там носки высушить срочно или ещё что-нибудь, ну, короче, сами понимаете. Давайте распакуем пакетики и посмотрим на их размер. Ну, вот такой вот они размеры, их здесь раз, два, три, четыре, пять штучек всего лишь. Так, берём один из них. Внимание, перед тем, как всё это запечатать, нужно протереть пульт от всего жира, от всего так далее, я протёрла, сколько смогла, и заменить батарейки, потому что, когда вы будете в следующий раз сменять батарейки, плёночку придётся снять и использовать новую. Они, конечно, недорогие, но ждать их очень долго, поэтому лучше делать всё заранее. Ну, и перерасходы не будут, перерасходы нам тоже не нужны, неважно, дорого или дёшево, лучше не перерасходовать. Он такой у меня очень узкий, надеюсь, у меня с тобой лезет, потому что, честно говоря, надо было, наверное, по шето брать. Давайте пробуем звук толкать. Я плохо рассчитала, вообще он должен садиться в воду, а потом саживаться феном, но у меня получилось так, что он изначально уже очень плотно усаживается, это нехорошо, так быть не должно, но это, в принципе, допустимо, будет больше облипчику сидеть. Так, внимание, пульт вставлю, чтобы здесь было красиво, нужно немножко будет обрезать вот так вот, для того, чтобы вот эта вот лишняя часть не болталась. А теперь включаем фен и аккуратненько греем его со всех сторон. Буквально 30 секунд, и пульт полностью готов, выглядит прекрасно, но единственное, что здесь, вот я накосячила. У меня не получилось тянуть так, чтобы это было идеально. Возможно, я, да, коротковато отрезала, нужно было чуть-чуть подлиннее расстояние. Ну, так, в общем, это всё выглядит неплохо, конечно, здесь можно чем-нибудь подклеить, но всё же вот такая вот дырка у меня здесь получилась. Так что, наверное, оставляйте кусочек побольше, чем я оставила. А так, в общем, всё неплохо, вон, все кнопочки нажимаются, всё прекрасно. Лампочка инфракрасная не загорожена, и всё смотрится просто великолепно. Так, ребята, я немножко обрезала эту штуку, чтобы она не так стрёмно смотрела. Сейчас она выглядит вот так. Но что-то, что это кухонный пульт, это всё-таки нужно будет чем-нибудь заклеить, но если это был бы комнатный пульт, то было бы неважно, можно было бы так оставить. И, в принципе, это смотрится нормально, не ужасно. Сейчас ещё хочу провести эксперимент. Я вот этот обрез, за которым я оставался, приклеила вот таким вот образом на малярный скотч. И хочу сейчас его попробовать застянуть феном, посмотреть, получится этого что-нибудь или нет. Ну так, ребят, что-то получилось. Оно стянулось по форме, но я думаю, что если отклею сейчас малярочку, то это всё у меня отвалится нафиг. Но если что, я подклею обычным скотчем этот кусочек. Давайте попробуем. Да, видите, он отваливается сразу моментально, поэтому сейчас мы будем сразу его подклеивать обычным скотчем. Учитывая то, что я всё смотрю через экран телефона, не очень удобно, но когда вы будете это делать, вы будете знать вот такой вот лайфхак, если вдруг вы накосячите, так же, как и я, или купите чехол не по размеру, имейте в виду, можно вот сюда вот таким вот образом выйти из ситуации. Всё, дырка заклеена. И даже не скажу, что она здесь была. Вот такой вот лайфхак от меня, который я сейчас прямо при вас придумала. И такие вот крутые чехлы, которые я всем рекомендую, потому что, ну, они действительно продлят жизнь вашего пульта, по крайней мере, с эстетической точки зрения. И с точки зрения того, что вы будете видеть какие-то цифры, часто бывает, что уже ничего не остаётся, всё стёрто. Ну, мы всегда используем в всяких различных чехлах, ну, как правило, в заводских упаковках, поэтому он выглядит, в принципе, нормально. Но имейте в виду, что так будет лучше. Сейчас я покажу вам свой комнатный пульт. Я не очень часто им пользовалась, это примерно 2 года. И даже на нём стёрлись цифры. Вот, смотрите, мой пульт из моей комнаты. Вот, видите, тут начало стираться, тут начало немножко стираться. Видимо, эти кнопочки были такие самые популярные. И вот ещё здесь почему-то, я даже не знаю, для чего эта кнопка нужна, но почему-то она тоже такая вот заюзанная. Кстати, можно будет мой пульт тоже запихнуть, но это будем делать не сегодня. Ну и, наверное, уже не с вами. Если понравилось вам это видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всех люблю, всем пока, до новых встреч!